И вновь начинаем выпуск событий на юго-востоке Украины, а именно в Дебальцеве, городе на границе Донецкой и Луганской областей. Силы самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР в качестве символа своих успехов в этом месте водрузили свой флаг на одном из высотных зданий в городе, на крыше, где раньше была огневая точка украинских силовиков. Репортажи нашего специального корреспондента Александра Евстигнеева. Свежие кадры с места событий. Проходим аккуратнее. Могут растяжки. Вот явно лежка снайпера. Можете зайти посмотреть. Украинский снайпер прятался в обычной квартире. Девятый этаж, центр Дебальцева. Хозяева были вынуждены бросить все в страшной спешке. На полках семейные фотографии. На полу истоптанные рисунки. Рядом свежие коробки из-под патронов. Выстрелил, ушел. Перешел в другую квартиру оттуда. Поднялся на крышу. Здесь же был корректировщик. Все минные обстрелы, которые были по нашим позициям, корректировались отсюда. По ним не стреляли. Все-таки жилой дом. Ночью снайпер и корректировщик бежали куда-то вглубь котла. Сегодня на самую высокую точку водрузили флаг Новороссии. Это символично тем, что здесь участвовали в боях Донецкая и Луганская народная республика. И символично тем, что так называемый президент и вооруженные силы так называемой Украины, они сказали, что это неприступный плацдарм. Его никто не сможет взять. Его никто не сможет преодолеть. Мы это сделали и мы это взяли, этот плацдарм. С этой девятиэтажки Дебальцева видно как на ладони. Кстати, нас отсюда тоже прекрасно видно. Вот вы можете заметить, что в городе очень много дымов от пожаров. До сих пор здесь идут ожесточенные бои. Вот слышны звуки перестрелки. И на соседней с нами улице сейчас группа ополченцев проводит зачистку. Донецкие ополченцы вошли в Дебальцево с одной стороны, Луганские с другой. Город теперь под их контролем. Радиоприемник работает от автомобильного аккумулятора. Местные жители жадно ловят новости. Украинские войсковья залишают Дебальцева. Про это поведомила журналистка громадского Анастасия Станкова. Сказали, что украинские войска оставляют Дебальцева. Это хорошая новость или плохая новость? Это хорошая новость. Для нас очень хорошая. Я плакала от радости. Этой семье повезло. Квартира уцелела. Соседи уезжали, оставили баллон с газом. Хотя бы воду вскипятить. Люди из дома напротив живут в подвале. Темно, холодно и страшно. Они в буквальном смысле спят в обнимку с кошками и собаками. Так теплее. Допустим, меня собачка греет. Вот Надю тоже греет животных. Вот тоже люди здесь сидят. Хоть как-то, но мы греемся. Шесть дней назад одну из женщин ранила осколками. У нее перебиты ноги. Уже неделю она лежит в холодном подвале. Последние чистые бинты закончились два дня назад. Приехали нацики. Им сказали. Никто ей помощь не оказал абсолютно. Ничего не сделали. Вот тут нога, вот тут. И сзади нога, и вот ребро. Передайте, что нас 7 месяцев уже, 24 июля, уничтожает украинская армия. Сознательно уничтожает. Порошенко, Яценюк и все прочее. Сейчас в Дебальцево нет электричества, воды, газа, нет продуктов. Местные жители крайне истощены физически и морально. Но теперь у них есть надежда. После того, как контроль над городом перешел от украинских военных к ополченцам, здесь должны стихнуть выстрелы.